Более 200 миллионов рублей грантовой поддержки получили социальные предприниматели Башкортостана за последние 4 года. По объемам федерального финансирования регион занимает первое место в стране. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра предпринимательства и туризма Зухра Градиенко на пленарном заседании межрегионального форума по соцпредпринимательству. 2025 год в республике объявлен годом поддержки участников специальной военной операции их семей, поэтому грантовая поддержка в следующем году будет преимущественно оказываться соцпредпринимателям, работающим в данном направлении. Здесь красной линией проходит и наша тема специальной военной операции, и социальное предпринимательство в том числе будет востребовано и в этой нише. Понятно, что это и работа по реабилитации, адаптации наших ветеранов, это новые средства реабилитации. Я думаю, что ниша, к сожалению, открывается, но это та возможность, которую, наверное, надо правильно использовать, понести ее и использовать для того, чтобы сделать Башкортостан лидером и в данной области. Вместе с тем в регионе уже есть соцпредприниматели, которые поддерживают семьи участников СВО. Так, женские фитнес-клубы FitCurves предусмотрели для матерей и жен бойцов социальные абонементы. У нас как раз женская аудитория, у нас есть женщины, у которых, в общем-то, на этой зоне есть зитья, мужья, даже есть отцы, да, и уже есть, ну, там, серьезные такие ситуации, что теряют своих близких, семьи воспитывают детей маленьких. Поэтому у нас есть социальный абонемент для таких женщин, и в некоторых случаях мы даже дарим абонемент. На сегодня в регионе работают более 600 социальных предпринимателей. Еще два года назад их насчитывалось чуть более 400. Больше всего предприятий заняты в сфере образования, реабилитации, оздоровления, других социальных услуг. 20,5% в торговле действует, 11% представителей МСП. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...